Судя по всему, в попытке хоть как-то оправдать то, что происходит в нашей многострадальной республике, Хабиров окончательно потерял чувство самосохранения перед федеральным центром. Но давайте по порядку обо всем, что случилось на предыдущей неделе. Для всей страны центральным событием стала минувшая среда, когда Владимир Путин провел совещание, всероссийское совещание по ситуации с пандемией, принял крупные, большие решения, которые в определенном смысле меняют нашу жизнь хотя бы на неделю-две. И, в общем, конечно, вокруг этого все крутилось. Непосредственно перед самим совещанием было сделано заявление Татьяны Голиковой о том, что в России семь регионов, в которых есть угрожающая ситуация с пандемией. Башкирия вошла в эти семь регионов. Татьяна Голикова, в общем-то, не оставляя никаких сомнений в этом списке, перечислила регионы. Ну, Путин дальше провел совещание. Как мы теперь знаем, Путин сам не принимает каких-то страшных, важных или неприятных решений, или даже решений, которые потенциально могут вызвать недовольство населения. Все эти решения ему предлагают теперь подчиненные. Ну, в данном случае господин Мишустин предложил ввести некие дополнительные выходные дни. Путин, поразмыслив некоторое время, поддержал эту инициативу. И, в общем, дальше случилось то, что случилось. Однако, в своем выступлении Владимир Владимирович упомянул о том, что губернаторы тех областей и регионов, где ситуация с ковидом хуже, чем в остальных, безусловно, имелись в виду вот эти семь перечисленных регионов, вот губернаторы этих регионов вправе могут и должны ввести вот эти выходные дни раньше. Совершенно понятно было, что речь идет о введении каникул с 23 или 24 октября. Однако, что мы видим впоследствии? После непродолжительного раздумья, а, скорее всего, Хабиров просто ждал, что же сделают соседи, потому что собственных решений он не привык принимать, Хабиров объявляет, что выходные, вот эти дополнительные выходные, в Башкирии будут повторять, собственно, схему Москвы. То есть, с 30 по 7 ноября, 30 октября-7 ноября. Ну, на мой взгляд и на взгляд многих аналитиков, это прямая конфронтация с федеральным центром, непосредственно с мнением Татьяны Голиковой, во-первых, ну и, в общем-то, с рекомендациями Владимира Путина, во-вторых. По результатам последних недель Башкирия находится на седьмом месте в Российской Федерации по заболеваемости COVID-19. То, что в Башкирии ситуация угрожающая и хуже абсолютно подавляющего большинства других регионов, это абсолютно бесспорно. Почему же Хабиров принимает такое решение? Безусловно, то, что он пытается отрицать очевидное. Он пытается показать, что у него не так все плохо, но, собственно, уже это настолько поздно делать, что для всех очевидно, что ситуация у нас угрожающая. Количество заболевших, смертность, прочие-прочие показатели, наполняемость больниц и так далее, и так далее, говорят об обратном. Однако Хабирову нужно срочно делать хорошую мину при плохой игре, потому что уже сложилось представление и населения, и экспертного сообщества о том, что вот это безумное лето плясок и праздников повлекло за собой подобные последствия. Теперь ничего не остается делать Хабирову, кроме как отрицать все это. Собственно, чем это чревато для Хабирова и чревато для нас всех? По отдельности для каждого. Ну, не думаю, что Путин молниеносно примет какое-то решение в отношении взбунтовавшегося губернатора. Собственно, это не бунт, а всего лишь навсего отрицание очевидного. Здесь, может быть, можно обойтись будет и каким-то внушением, а возможно просто сделать какой-то промежуточный вывод. Я нисколько не сомневаюсь, что отношения с госпожой Голиковой будут натянутыми, ввиду того, что Хабиров, ну, в общем-то, практически публично плюнул ей в глаза, отрицая ее мнение, а Татьяна Голикова, женщина, не последняя в иерархии российской власти. Для нас же это будет чревато тем, что меры, которые приняты федеральным правительством, какими бы они ни были, эти меры, в общем-то, будут у нас полумерами, соответственно, эффект от них будет тоже половинчатый. Если рассуждать здраво, то цель и задача вот этих дополнительных каникул только лишь прекращение контактов в привычной среде, сведение этих контактов к минимуму и как следствие уменьшение заболеваемости. Ну, тут очень простой механизм, это еще не изоляция, но разрыв неких связей и уменьшение количества контактов. Будет ли успех от этих мероприятий, неизвестно, но практика последних полутора лет говорит о том, что любое изменение в меньшую сторону контактов между людьми снижает заболеваемость. Это, ну, абсолютно понятный и простейший механизм, то есть это не лечить людей, это всего лишь каким-то образом профилактировать. Безусловно, и то, что ухудшение отношений с федеральными властями коснется не только самого Хабирова, но и нас всех вместе взятых, потому что это всегда интерполируется на экономическую обстановку, на всевозможные, значит, преференции либо отсутствие таковых, то есть, ну, как бы косвенно это нас, конечно, коснется. То, что Хабиров валяет дурака и ссорится с федеральными властями, ничего хорошего нам не принесет. Но надо отметить, что по сути своей поведение власти в Башкирии не поменялось, потому что, несмотря на то, что обсуждаются все вот эти антиковидные меры, у нас параллельно с этим происходит какая-то параллельная жизнь. У нас проводится всероссийский конкурс балалайчников, значит, и они собираются со всей страны побренчать на трех струнах. В Конгресс-холле у нас бушует алкогольный форум на 2000 гостей, которые тоже приехали со всей страны. Ну, в общем, вот эта привычная для нас, но абсолютно дикая, двойная ситуация в республике, она продолжается. С одной стороны, власти бубнят о том, что очень плохая ситуация с ковидом, надо, значит, лечиться-прививаться, с другой стороны, у нас балалайчники и там наливай-допей форумы бушуют по всей Башкирии. И это еще не все. Мы сегодня еще вернемся к тому, какие массовые спортивные мероприятия, например, у нас проходят почти подпольно в Башкирии. Судя по всему, негативных оценок от федерального центра нам ждать недолго, потому что процесс-то, в общем-то, начался не вчера. То есть, недовольство башкирскими властями, оно уже вышло за территорию Башкортостана достаточно давно, и вот поступают некие оценки. На прошедшей неделе телеграм-канал Низыгарь, который, как известно, является негласным рупором кремлевской администрации, опубликовал некий рейтинг внутриэлитного напряжения в регионах Российской Федерации. Так вот, Башкирия стоит там на первом месте. То есть, у нас самый высокий уровень внутриэлитных напряжений по Российской Федерации. И тут я, пожалуй, соглашусь с Низыгарем, несмотря на то, что время от времени наши мнения расходятся. Действительно, мы-то не понаслышке знаем о всех этих историях. Это и проблема Куштау, это и проблема ООО «Башкорт», объявленная впоследствии экстремистами. Это аресты министров, зашкаливающие по статистике количество коррупционных уголовных дел, конфликт вокруг монумента Салавату Юлаеву, проблемы Зауралия, конфликтная обстановка со строителями, строительной сферой, противостояние с жителями по вопросам отопления и застройки, противостояние с жителями по поводу застройки зеленых зон города Уфы и много-много чего еще. Все это уже для нас, казалось бы, ставшее привычным, в общем-то, вкупе действительно называется конфликтами элит. Потому что постоянно затрагиваются интересы крупных групп людей, крупного бизнеса и прочее-прочее. Во всем этом конфликтная сущность башкирской власти. Собственно, здесь Низыгарь, пожалуй, что прав. Традиционно напоминаем о необходимости ставить лайки нашему каналу, если он вам нравится. Это действительно очень важный механизм, который помогает продвигать канал, а значит, помогает привлекать больше зрителей, привлекать большую аудиторию и, соответственно, делать его интереснее и вам, и нам. Ростислав Мурзагулов Ростислав Мурзагулов после нескольких месяцев постыдных кривляний и попыток вызвать жалость у своих бывших хозяев, все-таки сложил полномочия председателя Общественной палаты Республики Башкортостан. Впрочем, Ростислав напоследок метнул изрядную плюшку сушеного кизяка через забор Белого дома, заявив о том, что вообще-то его главной функцией было примирить некую команду в пиджаках, как он выразился, ну, судя по всему, подразумевая команду Хабирова, с командой без пиджаков, судя по всему, подразумевая просто народ Башкортостана. Так вот, это примирение у Мурзагулова не удалось, как он сам выразился, он потерпел полное фиаско, и теперь, значит, он уходит. По сути, бросая своего бывшего шефа на произвол толпы, и, значит, Мурзагулов удаляется рубить бабло в футбольный клуб Уфа. Несмотря на предыдущие заявления, из футбольного клуба Мурзагулов не уходит. Ну, лично я приветствую, полностью приветствую вот подобный оборот в его судьбе. Давно было пора понять, что только футбол на самом деле является главным настоящим призванием Ростислава Равкатовича. Дело в том, что много что он попробовал в своей жизни, и абсолютно ничего не получилось. Каждый эпизод его карьеры заканчивался фиаско, побегом, какими-то, значит, там, разборками и прочими вещами. Там, однажды с курортов Кавказа, где он работал, ему аж пришлось за границу бежать, потому что там Путин приехал в стройку и выяснилось, что все украли. Ну, в общем, вот, действительно, футбол, это то самое место, где Ростиславу Мурзагулову самое место, как говорится, простите за тавтологию. Две ноги в кедах и рваный мячик, это самое оно. И вот, пускай он подольше там будет, пускай поменьше появляется в иных сферах, и пользы для республики будет точно огромное количество. И если уж мы заговорили о спорте, то я расскажу об этих вот полуподпольных спортивных мероприятиях, которые проводит никто иной, как министр спорта Республики Башкортостан, господин Хабибов, который в последнее время получил странную кличку в узких кругах, его там зовут Биба. Не знаю почему, то ли по аналогии с израильским премьер-министром, то ли это вот сокращенное от арабского Хабиби любовник-любимчик, не знаю, но в общем Биба. Так вот, этот самый Хабибов Биба 19 октября практически полуподпольно проводит баскетбольный матч между командами Уфимец, он же Курай, и Свердловской командой Темп в центре спортивной подготовки в Затоне. Причем было велено помалкивать об этом, особенно не шуметь, но матч прошел, и судя по всему в этом матче были задействованы какие-то и финансовые средства. С 1 по 4 ноября, в самый разгар вот этого вот ковидного отпуска, или как бы еще назвать эти мероприятия, Биба, он же Хабибов, планирует провести там же в центре спортивной подготовки Кубок мира по борьбе на поясах, в котором будет участвовать 500 человек из 30 стран мира. Я не знаю, состоится ли это мероприятие, в плане оно есть, и тоже о нем нужно помалкивать. Ну помилуйте, президент страны Владимир Путин объявляет дополнительные выходные дни, там жертвует какими-то средствами экономики ради прерывания вот этих ковидных контактов, а Биба Хабибов собирает 500 участников из 30 стран в центре спортивной подготовки в Затоне города Уфы. Алло! Дай бог, чтобы этого не случилось, дай бог, чтобы Биба это все отменил, но на всякий случай полагаю, что полицейским нужно выехать на место с 1 по 4 ноября и зафиксировать ситуацию. Если там действительно случится этот спортивный праздник, то нужно составлять протокол, нужно хватать Бибу, тащить его в этот УАЗик или куда они тащат там нарушителей ковидных мероприятий и дальше уже действовать согласно закону. Вот так должны поступить полицейские с Бибой, если он затеет все-таки это спортивное мероприятие. И вообще фигура Хабибова очень любопытная, мы, наверное, будем почаще к ней возвращаться, оказывается, это весьма забавный персонаж. Мне-то представлялось, что кроме теплой, а иногда очень жаркой дружбы с сенаторкой Гумировой, у Хабибова нет ничего интересного за плечами, однако есть. Продолжение следует... В этот период прокуратуры РБ было заведено аж 39 уголовных дел в отношении представителей государственной власти. Речь идет о нарушениях, закупок, речь идет о коррупции, речь идет о злоупотреблении полномочий и так далее, и так далее. Ну, 39 так 39. Много это или мало, но мы помним, что Башкирия также лидер и в коррупционной активности чиновников. По недавно опубликованному рейтингу мы первое место занимаем по количеству коррупционных кейсов. В общем, мы первые по самому плохому, да? То есть мы первые по внутриэлитному напряжению, мы первые по коррупции, мы седьмые по заболеваемости ковидом. В общем, вот, собственно, начинают собираться потихонечку в кучу достижения команды Радия Хабирова и его лично. Но особенно забавным на фоне вот этого вот публикации коррупционной статистики по республике Башкортостан было появление в медийном пространстве Ленара Ивановой. Вот именно в этот момент почему-то она появляется. Я не знаю, связано ли это с тем, что происходит в ее ведомстве, вернее, в филиалах ее ведомства, например, в Нефтекамске и в других регионах. Но я знаю, что, например, в городе Нефтекамске в отношении подведомственного учреждения Ленара Ивановой возбуждено аж сразу 12 уголовных дел. Мы в скором времени эту историю обязательно осветим в подробностях. Там в ней буквально детектив, там похищенные деньги детей-сирот, там директор предприятия вот этого филиала, значит, в бегах на море. Там вот эти вот прямо очень интересно. Там сестра министра Ивановой, значит, во всей этой истории. Ну, в общем, очень горячая история. Мы сейчас ждем документов и деталей по этому всему. И я все-таки недоумеваю, зачем Ленара Хакимовна вылезла на поверхность и вызвала к себе дополнительный интерес именно тогда, когда меняется состав прокуратуры. Ну, видимо, она решила все-таки явиться с повинной правоохранительной органы и очистить, как говорится, снять грех с души. Были на прошедшей неделе и громкие новости в области долевого строительства. Ну, главной новостью, конечно, явилось то, что группа компаний «Садовое кольцо» не будет финансировать достраивание жилищного комплекса «Московский» в городе Уфе. Как мы помним, ЖК «Московский» достался «Садовому кольцу» в числе всех прочих объектов Кирилла Бадикова, который не достроила его группа компаний «Госстрой». И теперь вот, значит, «Садовое кольцо» заявляет, что не будет достраивать жилищный комплекс «Московский», при том, что «Садовое кольцо» заявляло и заявляет о том, что оно было готово достраивать этот крупный жилой комплекс в рамках масштабного инвестиционного проекта и в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты с правительством Республики Башкортостан и городом. Однако, власти не нашли возможности исполнить договоренности, которые были зафиксированы в этом соглашении. Стоит отметить, что решение о том, что жилой комплекс «Московский» не будет достраиваться «Садовым кольцом», принимал, в общем-то, не «Садовое кольцо», а «Минстрой Республики Башкортостан», о чем было заявлено на прошлой неделе. В результате, господин Ковшов заявил, что ЖК «Московский» будет достраиваться силами Фонда защиты прав обманутых дольщиков. При этом, группа компании «Садовое кольцо» заявила тут же о том, что оно не снимает с себя обязанности и обязательств по достраиванию прочих жилых комплексов. Это жилой комплекс «Белая река», жилой комплекс «Дом на Ленина» и жилой комплекс «Эрмитаж Горсовет», которые, собственно, должны быть достроены в разные месяцы 2022 года. То есть, согласно ранее утвержденной дорожной карте. Ну, собственно, по-моему, к этому дело и шло, потому что, когда в последние месяцы как-то все застопорилось с поиском вот этих компенсационных участков, все, собственно, шло к тому, что, ну, «Садовое кольцо» не сможет исполнить этих обязательств, а город не сможет исполнить обязательств перед группой компании «Садовое кольцо». Ну, неизвестно на данный момент, какую форму решения примет фонд по восстановлению прав обманутых дольщиков по ЖК «Московский». Там есть, собственно, две формы. Либо достраивание жилого комплекса, либо возмещение стоимости квартир жильцам. Ну, и тот, и другой вариант вызывает всегда вопросы либо согласия, либо несогласия. Там есть и, как бы, варианты апелляции. Но будем смотреть в будущее, будем смотреть, с какой скоростью это все будет реализовываться. Господин Ковшов пообещал, что уже во втором квартале 2022 года банкротство компании «Бадикова» будет завершено, и фонд, как бы, вступит в этот процесс. Гораздо драматичнее ситуация развивалась в ЖК «Менделеевский». В том самом загадочном «Менделеевском треугольнике» на прошлой неделе. При том, что мы уже упоминали о совершенно чудовищном иске МУП службы заказчика и технического надзора к своему бывшему директору на почти полтора миллиарда рублей. Но на прошлой неделе еще и Федеральная антимонопольная служба выявила, наконец-то, совершенно гигантское количество закупок этого МУПа. Причем закупки эти делались у ООО «Гражданстройинвест» аж на целых 2,4 миллиарда рублей. Ну, вот эта история вокруг «Менделеевского треугольника» и с цифрами вот этих вот нарушений, которые выявляются еженедельно, пожалуй, что эта история достойна внимания более серьезных органов, чем ФАС или арбитражный суд. Я полагаю, что нужно туда уже выезжать каким-нибудь оперативником ФСБ, МВД. Ну, собственно, ФСБ уже приезжало, но нужно ехать уже с наручниками, потому что, ну, подобные цифры должны, наверное, вызывать более пристальный интерес. Ну, нифига себе, значит, тут нарушения на почти 2,5 миллиарда, то есть закупки с нарушениями. Тут, значит, директора просят вернуть полтора миллиарда активов. Пожалуй, что надо кого-нибудь арестовать. Но особенно пикантно это выглядит на фоне того, что вообще-то это все подразделения мэрии. Несмотря на то, что там некие господа побегов вокруг волшебными кругами превратили эту ООШечку в частную, ну, предварительно передав ей там на полтора миллиарда государственных активов, ну, несмотря на это, конечно, нужно, пожалуй, возвращать это все в лоно мэрии. А вот виновников надо бы поискать. Надо очень внимательно присмотреться и к бывшим директорам, и к бывшим заммэрам, кто при Мустафине там все это дело мутил. В частности, я полагаю, что необходимо поинтересоваться и фигурой господина Хайрулина, который формально там, конечно, ни при чем, но складывается ощущение, что он там даже очень был при чем на протяжении всех вот этих вот странных, загадочных процессов и на полтора миллиарда, и на 2,4 миллиарда. В общем, я думаю, что силами ФАС здесь только не обойтись. А вы заметили, как похорошела УФА при Грекове? Нет, не заметили? Я, собственно, тоже не заметил. Но, наверное, надо подождать. Вообще, в последнее время нас довольно часто просят подождать. Вот недавно пообещали нам подержанные, но все еще бодрые трамваи из Москвы, и эти трамваи должны были прибыть к нам к декабрю, и мы скоро на них должны были начать ездить. Не получается, надо подождать. Может быть, в апреле 22-го года, а может быть, 23-го. Надо подождать. Нам обещали уже три раза улицу Комсомольскую, в частности, в последний раз обещали к 1 ноября, но не получается. Надо подождать. 20 ноября недолго, надо подождать. Подождем. Вообще, мы много чего подождем. Мы подождем чудесную набережную, мы подождем кампус, мост через Руку Белую, еще какой-то мост, новые прекрасные дворы, городское освещение, освещение дорогу на Павловку. Мы будем ждать, несмотря на то, что уже вбили туда 37 миллионов рублей. Много чего нам нужно ждать, но, пожалуй, главное, чего мы должны подождать, это ухода Хабирова из Республики Башкортостан. Потому что все вот эти вот надо подождать, это связано с тем, что эти люди не умеют работать, и Хабиров тоже не умеет работать. Из-за этого мы будем все время подождать. Подождать, 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 когда придет кто-нибудь, кто умеет работать, и вот это подождать закончится. Ждем самого главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова